Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 103. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 23 марта 2016 года. Вот тут я взял эпиграф. Прочитай, какой эпиграф. Эпиграф вот к этим утренним. В кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записано им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Я вижу, что главное это измена, это внутри себя. Внутри. Отсюда тогда, от избытка сердца, говорят, уста. Сердце переполнено, а язык как лопата тогда выбрасывает, которая не вмещается. Так Иоанн Златоуст толкует. Я сегодня хочу создать ролик сейчас утром. Всем недругам, всем, кто за мной гоняется, друзьям. А то, говорит, никогда не отвечайте. Один ролик все-таки надо создать будет, под которым я буду отвечать иногда хотя бы. То есть разъясню их события. Потом на мне столько задействовано вот этих, которые крутятся. И потом имя свое скрывает какими-то именами. Воля Божья. Что это за воля Божья-то? Волю Божью надо познавать. Воля Божья там. Евангелие Христово. Свет Христово. То есть сами себя уже название дали. Свет Христово. Не знаю. Свою фамилию так. Но светом тебя не звать. Христово тоже не фамилия. Явно, что качества какие-то нравятся. А сами живут во тьме и тьму рассевают. Итак. На эту тему буду еще несколько раз оттанкаться. Что измена внутри себя искать надо. Ты изменил чему? Своему назначению жизни. А что этому способствует? На все ответим. Измена Евангелию. Измена Христу. Измена Духу Святому. Измена тому, что Бог дал нам. И дальше трусость. На трусость. Трусость и корысть. Это главная болезнь страны и церкви. Сгнило все в этом. Трусость, корысть, корысть и трусость. Ну и обман. Обман тут. Даже не хочет человек, да, обманет. Везде обман. Даже не хотел. Дают сводку. А этого нет. Поезд приходит. Самолет встречает все. Так. Сейчас будете встречать. А он разбился. Самолет. Ну и что? То есть обман. Вынуждены, не вынуждены. Именно это умышлено. И это обману учатся. Специальные школы, институты есть. Ну а дальше попрошу, что вот я не захожу в контакт в Одноклассники. Модераторы приносят на наш форум. Чтобы сами на форум заносили, ставили свои вопросы. Посчитайте, что тут написано. Вот. Ну и объявления. Даже за моими роликами ставлю. Все-таки от меня они исходят. Краткое содержание просят дать. Некоторые уже помогают. И на меня выкиньте их. Посмотрите, как под другими роликами. Вот это на утренние наши. Я выбрасываю. Тормозните и просчитайте. У меня времени нет на это. Просчитайте когда. Ну и теперь вот это вот нужно на нашем сайте. Вот в эти системы перевести. Перевести надо. Как это сделать? Дальше. Ну идут занятия еще вот. Надо заранее позвонить Сергею Кубкову. Вот набирают где-то. Среду, пятницу. Вчера были занятия. Хорошо или плохо идут. На занятия идут. А следить теперь. Ну наводить тень на плетень. Это проще всего. Ну и дальше. Что за день было? Частично повторяю. Это не все, что мне было. Вчера все день с чем был? Ну маленько то. У меня в избе вот так там у меня три голубятни. А тут в городе одна там на крыше породистая. И породистая держусь здесь. Вчера прибыток был. Вывелись малыши. Я первый раз увидел как они скорлупу выносят. Как ласточки. Вылезают и бросают здесь. А теперь я их раскошил, а они сидят. Тоже новинка. И вдруг звонок. Звонок. Кто такие? Мне на лапки, наверное, Игнатия Тихоновича нужно. Слушаю. Так. Это прокуратура говорит. По Алмазову, Севербеку, где ну вот, оказывается, работает. Да не ожидал. Так быстро. Только недавно только ходил, а бы. И уже там ФСБ зашел где. Показать надо эти рисунки. А я не знаю где. Я даже не видел. Это в Одноклассниках. Искать звоню кому. А у меня денег нет на телефоне. Вчера хотел положить, а сегодня нет. Дальше. Найдите того, кто это все говорил-то. Меня тоже подтолкнули. Я не видел этих. Скидывать ничего не видно. Но иногда она говорит, мне позвоните. Звонить я кому. Ну, правда, такие братья все сразу зашевелились. Давай искать, ехать на машине, звонить. Где? Нашли. Нашли того, чтобы соединить. Потом я звонил вечером уже. Прокурор говорит, да, все нормально. Видите, какие дни. Необычный день вчерашний. Это нигде не отражается тут. Дальше. Юрий Соболев, дорогая редакция Крестьянского радио. Выражаю вам свою глубочайшую признательность за ваши труды в области просвещения невежественных в соответствии с Божьим законом. Видите, он в кавычки взят. То есть, это откуда-то он скопировал это. Я очень много вынесло из вашего шоу. И я стараюсь поделиться этими знаниями со всеми знакомыми мне людьми. Однако, я нуждаюсь в вашем наставлении относительно некоторых законов. Первое. Слушайте внимательно. Когда я сжигаю быка на алтаре, я знаю, что аромат жертвы приятен Господу. Левитам 1.9. Но у меня есть проблема. Соседи утверждают, что этот запах им отвратителен. Должна ли я покарать их? Покарать. Покарать. То, что они... Я Богу приносу жертву, а им дым неприятен. Но я быка жгу, мясо жгу. Израиль-то сжигал ни одного, ни два тысячи. Это мясокомбинат настоящий. Второе. Я бы хотела продать свою дочь в рабство, как мне разрешено в исходе 21.7. Как вы считаете, какую цену было бы прилично запросить за нее на сегодняшний день? То есть, она приняла все, что передача говорит, и теперь ставит вопросы. Я не разнообразил маленько. Помогите ей дальше. В Ливии 25.44 сказано, что я могу владеть рабами, будь то мужчин или женщины, но брать их из соседних народов. Мой друг говорит, что это относится к мексиканцам, но не к канадцам. Можете ли вы разъяснить этот вопрос? Почему я не могу иметь раба канадца? То есть, она сама в Канаде живет, а до души, а она спрашивает, почему не может иметь? Ответ надо дать. Четвертый. Мой сосед зарабатывает себе на жизнь, работая по субботам. В исходе 35.2 ясно сказано, что ему надлежит умереть за такой грех. Должна ли я, повинуясь моральному долгу, убить его собственноручно? Вот ответьте на этот вопрос. Пятый. Мой друг говорит, что хотя есть утрец, это мерзость, Ливитом 11.10, но все-таки это меньшая мерзость, чем гомосексуализм. Я не согласна. Можете ли вы разрешить наш спор? Ну, и шестое. Большинство моих друзей мужчин стригут волосы, в том числе и брейдборды, хотя это строго запрещено в Ливии 19.27. Как они должны умереть? То есть, где на... Вот было такое, что не хоронили даже на кладбище. Седьмой. Мой дядя фермер. Он бросает вызов к священному писанию, так как осмеливается сажать различную культуру на одном и том же поле, а жена его носит одежду из двух сортов волокон. Кроме того, он часто ругается и даже богохульствует. Действительно ли необходимо созывать весь город для того, чтобы побить их камнями, как сказано в Ливии 24.10? Ну, не можем ли мы просто сжечь их в тихой семейной атмосфере? Покончить все их. Неизвестно, сколько глубоко вы изучали священное писание, поэтому я уверен, что вы сможете мне помочь. Спасибо вам еще раз за напоминание о том, что слово Господа вечно и незыблемо. Ну, и откуда это взято? Я конкураюсь. Посчитайте. Дальше. Я отвечаю на это. И что? Дальше. Или отвечает? Это из разряда христианский юмор. Я отвечаю. Еврейская действительность. Никакой не юмор, это еврейская действительность. Взято это все из Святой Библии. Отвечает. Да, именно так. С высоты закона благодати, данного нам Христом, нам на это все это действительно смотрится с недоразумением. Поклон вам за ролик о переплетном деле, скачиваю его с тебе. Я теперь отвечаю. Белопереплетом давно, около 20 лет уже не занимаюсь. Инструмент и все раздал более молодым. И многое показал на искусственных позициях, как бы на макетах. Но если у кого будут вопросы из-за некачественности моего преподавания, и по ревности попрошающего, то дам дополнительное разъяснение, когда таких запросов будет в достатке. А пока и по этим скулеманным телодвижениям ревнитель сможет что-то сделать. Скулеман, то есть смятым, а так вот он называется. Вот выступает священник, убеждая, что если три недели человек не причащался, то его отлучают от церкви. Вопрос. Почему же он не назвал этого канона? То есть он говорит, ну пусть канон-то и покажет этот. И почему бы не назвать, ну пусть хотя бы один единственный случай отлучения за непричащение за 2000 лет в западной или восточной части церкви. Почему? Ну один случай хотя бы. Раз правило было, но оно не действует, оно мертвое его и нету, оно никогда не действовало. Нигде. Если издали этот закон в Таиланде, пьяный шофер, значит, ему драть 40 розок, и показано, как они его дерут. А если закон есть и никогда не срабатывал, то нет закона его. Ответ дается дать только один. Остается. А, остается дать только один. Это все надумано. Все каноны, которые человек нарушает, ставят его в разряд запрещенных, в стадии эпитемии и притом на много лет, отлучения от причастия. Вот таких канонов много, которые отлучают от причастия, а не за то, что ты не причащаешься и тебя отлучать будут. Все вывернулось у человечества. И эти правила действовали всегда и действуют ныне. А что-то где действуют? В патриархии они не действуют. Действуют в других местах. А что нужно каждый день причащаться, и через это человек Духа Святого получать якобы, это с каких же пор стало такое учение? Этого не знают ни книги Нового Завета, ни каноны. Нигде этого нет. А что причащился, на тебя Дух Святой сошел. Не причащаешься, Дух Святой отошел. А вот угрозы, притом самые страшные, есть за недостойное причащение. За недостойное причащение. Первый Коринфянам по всему, кто будет есть хлеб си или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши си. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Вот тот, кто недостойно. Не рассуждая о теле Господнем. О теле Господнем не какое-то в чашу, а о Голгофе. Как он страдал, как мои грехи его давили, ради меня он там был. А кто может рассуждать, когда Евангелие не считает ничего? И нет рассуждения. Это причащается в погибель. А оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. И до этого гонят и гонят к этому убийцы. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Поэтому недостойно, кто причащается, это киллеры духовные стоят. В рясе, с чашей киллеры. Почему Александрийский Макарий видел в видении? Почему никогда не говорят, что вместо причастия темные эпиопы в уголь в рот суют? А причастия просто уносятся болтать. Ничего нету. Почему не говорят, что чертовщина одна уже идет? Златоуз говорит, тело мое лучше отдам псам с собакам. Неже тела Господня, недостойно причащающимся. Ну выполните хотя бы это. Где? Кого? Вообще ничего нету. Аборт сделала? Ну там пять поклонов сделала или что я уж. Какие пяти миты? Священники сумели так оболестить людей, что они верят не Слово Божие, а только им. Вот это главное. Люди вообще не знают. Батюшка сказал, батюшка сказал. Это не прелесть, не гордыня. На место Христа встали. На место канонов. А почему прелесть и гордыня? Они в этом сотлели, в этом родились, выросли. Это их сутью сделалось. Гордыня. Вся гордыня, почти сто процентов там. И поэтому они, что бы ни говорил, он облепленный гордыня, рукой махнул. Значит, отлетел от него, а шмоток гордыни на другого, этот и гордый. В прелести сплошной. Причастие сделали панацеи от всех недугов. От пьянки, от наркомании, от болезни, от распри. То есть что-то не так? Наши ходили здесь, в собор Александр Невский. Подали записку. Вот сын наркоман. Так пускай придет, причастится. А пупеть надо. А попели совсем уже. Его не допускать в храм, а она причастится. Это уже в учение вошло. Кто это сделал? Кто запустил? Ясно. Тот, кто любит смерть. Князь смерти. То есть дьявол. Иди, причастись, и как-то, что-то, где-то вроде бы хрустнет в голове, и человек, и обстановка изменится сами собой. Причастие нужно не для прощения грехов, которые дается на исповеди, а для жизни. Прощение грехов дается в исповеди? В исповеди. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь себе жизни. Иметь себе жизни. Жизнь, подчеркиваю, показываю, что жизни для жизни. А их и видно, которые ходят причастливые, мертвые, злобные, обманутые, помутненные в разуме. Уже в 18 лет ничего не помнят. Проблудили ум. На ум, на память больше всего действует развратная жизнь. Поэтому не жалуйтесь. Никакие университеты не помогут, ничего. И во всех Евангелиях говорится не о крови выпиваемой, но и изливаемой. Это там можно как-то разграничивать. Выпивать и изливать. Понятно? Никто нигде об этом не говорит. Дальше. Отфея 26 глава. Ибо си есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Изливаемая. Лить и пить, ну есть разница или нет. Изливаемая где? Изливаемая на Голгофе. А пить это в храме из чаши. И сказал им. Си есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Значит, никак это при причащении, ну, никак нельзя претворить. Только разумом туда на Голгофе подняться. Лука 22. И взял хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, си есть тело мое, которое за вас предается, все творите мои воспоминания. Также и чаша после вечера, говоря, сия чаша, есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. Изливается, проливается. В чаши не проливается. И при причащении это можно только туда понимать. Никак не понимать то, что в чаши. Там во оставление грехов. Там. О прощении грехов при причащении Господь Иисус Христос не сказал ни одного слова. Неужели это трудно понять? Я что-то ввожу, какое-то учение, Игнатий говорит, учение какое? Лапковщина какое? Понимаете? Смердость, мердящими устами. Запачкали слова Господни, и теперь все по-другому. А люди знать не знают, так и думают. А часто причащаются без подготовки, то есть недостойно. Они, суть, первые кандидаты на больничную койку и на кладбище. Опять же, только по слову хозяина этой крови и этой плоти. То есть Христос это сказал? Не я говорю, повторяю. Считай внимательно. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. Оттого немногие из вас... Немногие. Откуда не это подскочило тебе? Ты что делаешь? Многие, многие, то есть очень много. Больны, немощны. И немало умирает. Умирает. Если бы один только умер. Почему Златоуст говорит, если один, один где-то, соблазненный тобой священник, тебе всей жизни не хватит, их миллионы гибнет. Жизни не хватит за одного. А то, что причастники с улицы, забежавшие, ничего не знают о Голгофе, о той крови, которая проливаемая, это кандидата в морг знать не велено. На них никто не знает. В морге все лежат, кто прищищались недостойно. На кладбище почти все из этих состоит. Священники киллеры духовные. Это так говорит нам священное писание. Поэтому надо не допускать. Не допускать. Три раза, говорится, оглашенный изыдите. Никто не шевелится нигде. А где тогда литургия верных? И у него нет литургии верных. А для литургии верных, там евхаристический канон, тогда ничего и нет. Кто делает? Священник извергнутый. До 30 лет, да будет извержен. Он извергнутый. А какой благодати речь? Дальше. Если он это не делает, он извергнутый. По порядку даже. Он извергнутый многократно. По канонам. А он хорохорится в это время, когда слово Божие я говорю, он на меня людей натравливает, подыскивает, гоняется где-то. Посмотрите, что делается-то. Они на мне с тума сошли. Со всех сторон лепятся и лепятся. Ничем не занимаются больше. Не без выпивания, а именно без пролития крови. В храме крови Иисуса Христа не проливается, а выпивается. Если же прольется, то священник попадает под строгое внушение. То есть обязан залезать, языком залезать, если где пролил. А потом место это выжигается. Иоанна 654. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя есть истина питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем. Вот для чего это нужно причастие. Это жизнь. Кровь новая наша портится. Это как донорская кровь. А с улицы, входящей совершенно чужие для церкви, люди приглашаются к причащению. Настойчиво о том и вызывают священник. Кто еще не причащался? И так по несколько раз. Кто еще не причащался? У нас у Нины жил, у нас сестра готовилась к окрещению. И подошла, причащилась. Она говорит, ты что делала? Тебе стоять нельзя было. Ты должна была выедена быть. Как раз в эту службу Нина подошла, к священнику идет. Скажите, батюшка, куда выходить, когда оглашенный из идти? Чего? Ну, когда оглашенный из идти, так куда выходить-то? Он посмотрел на нее, как умалишенную-то, и попер влаги в алтарь. Я говорю, ждух, а даже сестре-то сказать-то? А нету. Они выкинули. Литургии-то нету. Это не Иоанна Златоуста. Это поповская литургия. А как бы не оттолкнуть кого-то? То есть он боится, что человек не придет, свечку не купит. Вот бизнес. И она в этот день причастилась. Говорит, ты что делаешь-то? Так он уже зовет. Я подумал, что он никуда не уходит. Никого нет, уже причастились. Успех успел, говорится. И как, окормлять. Слово «кормлять» не надо корму никакую, отравлять. Откройте слова Режегова. Я о чем говорю-то? Мне-то какая разница? Зачем бы я это говорил? И вот некто говорит мне. Перенесли мой переплет домой на завтра. Лежу в гостинице, смотрю ваши ролики. Переплет? Перелет. Ну разница есть все-таки. Да я переплет, ролик переплет, думал переплет. Не надо на это. Ты глазами ухватывай. Пожалуйста, считай, дорогой мой. Перенесли мой перелет домой на завтра. Лежу в гостинице, смотрю ваши ролики, благодарю вас за внимание. Один мой знакомый, православный, в кавычках, заявил, что я пострадал, потому что связался с Лапкиным. То есть, где это? Это в другой стране. Норвегии. А в другой там, от Африки, звонят Лапкино. Это главное, где они там? Краснодарский край. Стал говорить с яговистами один, так, а они когда, а кто будет с нами, бесит Лапкино? Так они, говорят, в ужас пришли. В ужас. То же самое в Хабаровском крае. Я и знать не знаю, какую они мне рекламу-то дают. Говорят, пиар, пиар, а сами не знают этого слова. Дальше. Безумию нет предела. Люблю вас. Я не причащался шесть месяцев. В храме не был по причине работы в море. И что меня отлучать? И что? Меня отлучать? Я усиливаю молитву покаянную, читаю Библию, стараюсь жить по заповедям. Прилечу домой, и первое, что я сделал, и причащусь. Душа жаждет, как сухая земля без дождя. Я не могу жить без спасителя Иисуса Христа. Вот видите, как понимаете, человек, который ничего этого не знал. Теперь попали ему книги мои, и он теперь совершенно изменился. Жена была против, слушать не хотела. Уже не один говорит. Но постепенно сделалась, говорит, и теперь проповедовать начинает. Жена. Мы хотели за границей, но все же... Это еще, это другое совсем. Я их скрываю, потому что вот эти, которые недруги, они их ищут и заливают грязью. У них много грязи. Мы хотели за границей, но все же какие не наесть, а православные. А православные. Что спрошу не только для себя. Не у меня одно так случилось, что муж неверующий. Ну как неверующий, вышла замуж там, или она обратилась, потом я уже не спрашиваю. И он на свадьбу своей сестры тянет меня в этот пост и грозится, что если не пойду, и чтобы была без платка, идти или не идти. Да. Есть ответ, если грозится, то пойти, но за стол не садиться, и об этом мужу сразу сказать. Что я за стол садиться не буду. Можешь побыть в другой комнате, но жениху и невесте успеть сказать, что это время свадебное только для кошек и собак. На Великий пост. Они неверующие, и закона не для них, для чуждых Бога и Церкви Христовой. А платок никогда и нигде не снимайте. Это держит твердо и до конца. У нас в России тоже встречается такая ситуация, но наши сестры тут выходят во всей красоте православной. Не уступают прихотям неверующих мужей. Это не тело. Не тело. Если он будет принуждать даже спать с ним, уступи. Это не тело. А это его никак не касается платок. Если ты не будешь с ним, а он похотливый, говорится, его потянет к чужим женщинам, а платка нет на тебе, куда его потянет-то? К кудрявым? Это уже пока посягательство на их веру. Тут уступок быть не может ни на йоту. Это есть роман, как назвать, книга, поднятая Целина Шолохова. И там говорит, у которого жили, и он говорит, нашу-то, пашаничку-то, за границу продали. И бабы их неостриженные на своих автомобилях катаются. Вот и все. Роман Николаевич, ну как вы это делаете? Только подумаю, о чем-то узнаете. И тут же, зайдя на ваш канал, получаю ответ. Это мне многие-многие-многие говорят. Совершенно незнакомые люди. Мне надо было... Я только включил, и вы говорите с первого слова, отвечаете на мой вопрос. Как это мне? Ваш пиар какой-то? Это Бог делает. У вас, если такое было, то назовите. Притом, это в университете и везде. Кто бы он ни был. Приходят, а как вы про меня это знали? Не кто-то говорит, а главный банкир. Пришел там из ФСБ, прокуратура, краевая администрация. То есть на занятия в университетах, где я вел, приходили разные, а потом отдельно уводили. Так это про меня говорили. В храме говорю, выходит, я так и знал, батюшка Исповедь мою открыл, все сказал. А к нему подходит священник, тут же стоял. Да ты что, Миша? Да я так и подумал, что Игнатий про меня говорил. Проповедь. Значит, это живое слово. Вы сами подтвердили. И вот он и говорит, Роман Николаевич. Ну как вы это делаете? Как узнали? В уме возникает ваш образ, поднятый рукой, указательным пальцем вверх и словами «А Бог?» Это Григорий Ефимович Распутин сказал, я оттуда взял. Когда говорили, пойдешь в город, и там разворотишься, он говорит «А Бог?» Здорово. Истинно, Игнатий Тихонович, Вадим Духом Святым. Вот так. Вот все. Я хотел как раз сказать про эту самую, про одну нашу встречу. Встречу был человек один, зашла, девица, она у кришнаитов была, там где-то-то не была. И случайно услышала в разговоре, разговор в автобусе, двое говорили о Боге. И когда одна вышла, их там плотно зажали, она стала спрашивать, где занятия идут в университете. И она пришла. Пришла маленько с опозданием. И только зашла, я слышу, вы говорите там что-то о войне или о чем-то. Потом повернули голову на меня. И вдруг я вижу, говорит, с передней скамьи в университете поднимается, та ушла, я сразу сел прямо против вас. И вы смотрите на меня и начали отвечать вопросы. У меня было семь вопросов. В том порядке, в котором они у меня стояли. Кто не отвечал. Один за другим все вопросы ответили. А я про это ничего не знал. Ни понятия не имею. Ну, если вы знаете такое, скажите, я отношу это к Богу. Все-таки это благодать Божия. Вы себя выставляете. Мог не писать, не говорить. Пожалуйста. Такой ролик вот был. Тили, это Еговы. Ау, где вы? Целый час ждал вас. Это такой ролик был составлен-то. И на него, на ролик отмечает один вчера. Алекс, какие два пса мохнорылых. Это надо с тобой. Мохнорылых. То есть, вот рыло у нас, а это мохнатые два пса. Говорит, ты выбираешь, что хорошее? Я ничего не выбираю. Ну, матерки я не могу ставить-то. Ну, пожалуй. Вот это ты попал сюда, Никита. Награда тебе. Игнатий, можно вас развеселить? Это другой говорит. Вы посмотрите притчу. Трое вас и трое нас. На Ютубе это православная притча. И еще, Игнатий, вам нравится фильм Павла Лунгена «Остров»? Ваше мнение? Я горчаю. Хуже некуда. Если нужно будет, потом об острове могу сказать еще. Ну, об острове у меня тут уже говорил я не один раз. И тут написано. Если кто пожелает просчитать. Ответ. Вопрос 3277. Сами просто посмотрите. Ответ в 18 томе открытым оком на нашем сайте. Запишите. 3277. В 19 томе я отвечал. 3320. Это в университетах, там милиции, воинских шестях, где-то и все это в книгу попало. В 3350 вопрос. В 19 томе. В 19 томе. В 20 томе 3379. И 3382 вопрос. В 21 томе 3424. Вот сколько я раз отвечал. Поэтому просто проиграйте назад, запишите и зайдите. А где это? Ну, я сейчас даже отвлекусь немного и покажу. Вот он наш сайт. Во свете Библии. А вот здесь вот, вот это книги. И вот если вы толкнете вот сюда книги, они открываются. И что открывается? Вот, смотрите. 33 тома. Это 30 вышли в бумажном варианте, а 3 не так. Ну, и вот какой том открываете, и страницу открываете. Потому что мне приходится повторять часто. Меня за это понужают, понужают, то есть бьют как лошадь. Дальше. И да... Вот посмотрите вот этот ролик. Сатанизм под маской православия. Сатанизм. Просто зарядите в Ютубе вот эти слова. Сатанизм под маской православия. Ну, вот как оно выглядит. И вы увидите, православных прямо подтянули к сатане. И поклоняются прямо сатане. Прямо уже. И открылись глаза, люди сейчас, а что делать? Архиереи пишут. Мы целовали это, привезли там руку. Георгия, а там сатана. Прямо сатана нарисован. Знак вот. Везде. Везде. И люди не видели эту щутищу. Это похоже, пожалуй, будет Фатимская еще. Сатанизм под маской православия. Его везде почти насаждают сегодня. Александр Марьясов. Миром Игнатий Тихонович, братья Владимир и Никита. Я с вами солидарен по всему, как вы всегда свои пояснения и толкования для людей делаете только в формате священного писания. С чего во многом нельзя сказать ныне от происходящего в храмах. Я имею ввиду высказывания и получения духовенства. Конечно, не от всех, но есть и таковые. Наверное, просто многие не знают о написанном священном писании. Да не наверное, они знают. Матфея 12, фисер, ну тут понятно, что просчитаете. А возможно, просто не задумываются над всем. Иногда слышишь такие вещи в храме иди, удаешься и думаешь, да откуда вы все это берете? И знаете, Игнат Тихонович, ведь это не только с причастием так многие играют, но и со многим тем, что является неким догматом духовного воспитания и наставления правильности понимания, следования и наставления на путь к истине. Но делается часто только в своем личном понимании и от своей великой самости. Это прелесть и корысть. Это играет здесь. Прелесть и гордыня поповская. А вы против попов? Да нет, я за них. Но в этом состоянии им не светит спасение совершенно. Они за одну душу не ответят, они миллионы их погубили. Секты-то родились, это они их наплодили. Ведь надо полагать, что человек, облеченный в священнический сан, должен вымерять и сравнивать каждое свое слово, чтобы оно не шло в разрез со Святой Библией и убежденностью в правильности толкования многих вещей духовного порядка, являющиеся неотъемлемой составляющей всей нашей Церкви православной. Ведь чего греха таит наш православный люд не шибко стремиться к исследованию Священного Писания? Да совсем не стремиться, не шибко. Да и ни к чему считают многие, посему и слова, сказанные священником, становятся для многих линейкой догмой и непоколебимой истиной. Ведь трудно такого человека употом в чем-либо убедить или поправить, ведь у него на все на это становится один аргумент. Так сказал батюшка, а значит это все правильно. О, это не гордыня, себя на место Бога поставили. И вот когда отвечают где-то ничего, ни на ссылки, ни каноны, ничего нету. Нету. Писания не говорят. У меня в каждой книге три тысячи ссылок, то есть выписано, это в Библии вся. Тридцать томов умножьте на три тысячи. Это что получается? Вот так. Тридцать три. Дальше. Вот оно в чем, большая беда, потому как люди научаются мне это изучение книг от друг от друга. Ну вот это об этом говорит, Булгаков Михаил. А чего становится потом все ясно? Почему в храме часто беспорядок? Часто. Это и похождения по храму, и торговля, даже в момент служения великого канона. Разговоры и смешки стали нормой, а женщины пытаются напялить подобие юбки или платка и платка только в момент выхождения в храм. Понимаете, это как будто не видит ничего. Почему? Я об этом говорю, высветил все, поэтому они на меня кидаются. Лицемерие и ложь перед самим собой уже не стесняют человека, да и не задевают его совесть, потому что Бог для многих стал не целью, а средством. Но, увы, сколько бы не звучало это укоризненное возмущение по поводу слов «все причастились», все причастились, все причастились, а того хуже, что и исповедь часто устраивают формальную, стоя уже, стоя уже, стоя уже, на солей с потиром в руке, быстро накрыв подходящего или опоздавшего Епитрохилию и прочитав разрешительную молитву, тут же и причащают. Ну, стоит у нас же священник вышел, это возвышение солей перед входом центральные царские врата, потир, это чаша, потир, обгоняющая, еще причащают-то. И не важно, кто этот человек, с какой целью он идет к чаше, и когда в очередной раз ему вздумается мимолетом или по пути в магазин забежать в храм на момент причастия и причаститься, понимаете, для какого человека батюшка показывает такой своей беспечностью и небрежением к причастию, что это уж вроде так как норма. Вот за это отвечать будут. Отвечать. Для этих священников о спасении даже думать не надо. Они даже проходить не будут, мытарство, вниз головой нырнут. Посмотрите, такая икона есть. Многие одного не могут понять, что причастие это не ритуал и не формальность, что Христос не требует от тебя формальной прочитанности и отчета о важности принятия твоего желания. Господу важно расположение и открытость нашего сердца. Я не знаю, как это сказать словами, но для меня причастие это и страх, и внутреннее какое-то смятение, и переживание, и все еще задолго до ожидаемого. Я всегда как бы умираю, и вы не поверите, но я правда стою, чувствую, что я умираю, и даже меня кто-то побуждает покинуть храм и выйти на свежий воздух. И именно начинается это в момент, когда слушаться вот люди посчитают, ой, посмотрите, это одержимый человек, это то чувство недостоинства, которое они пестуют. Это редкое такое чувство понимания совершения страшного таинства. Заколается агнец. Но я упорно мылю Господа, чтобы дозволил мне на сей раз принять его тело и крови. А там, говорю дальше, пусть будет все по воле Твоей. И Господь слышит мой искренний внутренний плащ, и переживание сердца моего и дозволяет причаститься. Это было все так же и в прошедшее воскресенье. Я причащаюсь многие годы пять раз в год. И это было еще до нашего знакомства с вами. Я даже ни от кого не получал совета по количеству причастия в год. А вот так именно делает Бог пять раз в году, а это для меня важно и необходимо и очень свято. А вот такие переживания и все о чем писал выше у меня Игнатий Тихонович стало именно после завершения таинства крещения Потеряевки. А ведь если честно признать, я до этого никогда не испытывал ни переживания, ни угрызения совести, подходя ко святому причастию. А теперь все иначе. Я никогда не забываю, кто стал для меня в этом фундаментом. И со всеми делюсь с ним, что это именно вы, Игнатий Тихонович, Лапкин, и что через вас Господь привел меня к тому многому и верному соосознанию моего путия на этой земле. Спаси Христос. Юрий Соболев. Интересный нюанс. Никогда не обращал внимания на различия изливать и выпивать в Евангелии. А задача ли, Игнатий Тихонович, пошел думать? Думать пошел. Роман Ромашов. Миром, Игнатий Тихонович, я услышал на ваше приглашение в ролике события дня на мой комментарий по поводу создания по всей Руси православных селений по подобию Потеряевки. Эту идею вынашиваю давно, но я сам ничего не могу поэтому везде это озвучивать для тех, кто сможет. В надежде, что кто-то из священников услышит. Также разговаривал со священником и мне был дан ответ. Если ты, то есть я такой умный, то иди рукоположись и иди создавать сам. Это они все так говорят. Мне все время так говорят. Сидим за столом, сидят епископы, сидит митрополит и мне это говорят. Мы дали слово. А почему вы не хотите все-таки? Вас же и тут, и тут хотели рукополагать. Обычно гоняются, что не делают, только рукоположили. А за мной гоняются 50 лет, чтобы рукоположить. Я объяснил, митрополит посидел, да пожалуй так, кое-где вам ход будет закрыт. Вот и все. Я знаю для чего. Какой мне дан талант? Считаем. Священник так ответил, видимо, для того, чтобы я отстал от него. Так как он спешил. Он всегда занят то строительством храма, то отпеванием умерших, то еще о чем-нибудь. Это все так. Некогда, некогда. Я подумал, ну как я буду помогать другим, если себе не могу помочь? Когда я примерно 12 лет назад выехал из города в деревню, я думал, что обеспечу для своей семьи стабильный заработок и помогу родителям. То после этого планировал уже что-то организовывать для добрых дел. Во слава Господу. Но с приходом Ющенко с его оранжевой революцией я понял, что все мои мечты рухнули. С Украины этот человек. Так как теперь я все время занят выживанием, зарабатыванием на пропитание и ни на что больше нет времени. Работа после меня, работа в поле меня поглотила. Вот так. Большое желание переехать к вам, но желания не совпадают с возможностью. И сразу возник в уме ваш образ с поднятой рукой и указательным пальцем вверх и словами о Бог. Я пытаюсь решить этот нерешенный вопрос. То есть проблемы нету, уже понял он. Слово проблемы исключите. Оно ничего не значит? Что проблем? Парабелум какой или пробел? С чем его сравнить-то? По звучанию. Нерешенный вопрос. А тут уже понятно. его можно решать. Этот вопрос надо высветить. А проблема это вообще ничего не говорит. Ни о чем. Американское проблем, проблем. А Бог? Есть идея. И как только все станет нам в уме на свои места, изложу позже. Благодарю вас за то, что молитесь обо мне. Само собой, как-то без моего усилия улучшилось отношение в семье. Но я-то знаю, что вашими молитвами. Благодарю. Что интересно, я вчера только получил такое печальное для себя известие. И у меня распределенно больные отдельно. Перечисляю больных, молюсь. Потом отдельно гонимых, отдельно в тюрьмах, отдельно в загранице, там отдельно кто работает модератор. То есть Тимофея, Тимофея Мартина это тот, кто изобрел интернет, мобильный телефон, который составил поисковик Тимофея Хат за всех, за всех. Вот кто это знает, молится, скажите. И когда были гонимые, я в этом списке держал людей-то. И гонение у одного перестало и у другого. У одного перестало, потому что они устали, а другой ну просто переметнулся на сторону гонителей. Вот чудо какое-то. Ну я его уже там нет, а среди гонителей. И как от них пошло такое. Я уже вчера у Бога попросил прощения, что я о них стал нормально все, но я просто поминаю и всех. Нельзя поминать, у меня времени просто нету. Я вот молюсь и каждый день я поминаю. Где она у меня здесь? Вот. 77 примерно святых каждый день поминаем в молитвах. Поминаем по именам. Отдельно мученики, отдельно кто проповедует. То есть все у меня разградированы. Легко так молиться когда. И этих людей, которые знакомы иногда в общую берешь. И вдруг вот такое вот. То есть болящий он. Нет, а вдруг оказалось, что надо за него молиться, он был гонимый. Он остался гонимый бесами теперь уже, не людьми. Вот это наш мой мир. Я очень люблю эту систему. Была она лучшая в мире этот мир был. Тут все одновременно можно было посылать два щелчка и десять тысяч человек. Десять тысяч. Это система такая. Получали одновременно сразу восемь до двенадцати фотографий. И одновременно могли получить целый большой текст. Так удобно было. Потом видимо пакости рассылали против правительства. Все и все это сняли. А сегодня и даже сегодня это лучшая система чем другие. вот сегодня я которые обставил вот она здесь обрабатывает я их уберу потому что они мне маленько мешают. И теперь показать что на моем форуме было. Михаил Тронин Игнатий Тихонович здравствуйте прошу молитвы за меня грешного Михаила. Есть ли модераторы то передайте просьбу Игнатию Тихоновичу спаси Христос. Да. Ну что ж молимся дальше. Эльхан Здравствуйте уважаемый Игнатий а можно спросить совета наложили на меня эпитемию заблудное сожительство и начал решать этот вопрос и вот сожительница моя разведена не венчана люди они были люди они были остаются неверующие крещеные но неверующие есть сын отец то есть еще бывший ее бывший муж после рождения ни разу не разговаривал с ним и уже женат на другой тот который до нее был есть дети я со своей сожительницей встречаюсь 13 лет живем под одной крышей 4 года что же получается расписывать и нельзя а ведь у нас уже все общее ее родители на меня возлагают какие-то надежды она сама если уйду будет в отчаянии ее сын как будете уважаемый Игнатий слава богу за все ну это есть такой рассказ на кладбище проходит один и видит мужчина прямо молится господи ты не должен умирать да ты такой молодой да тебе жить да жить он поставил и говорит кто брат да нет это первый муж моей жены вот если бы он не умер значит и она бы у меня не была раз она была не венчанная там брака никакого и не было разврат и вы живете в разврате тут тогда закона нет можешь не оставлять можешь жить ничего от этого не меняется но поменять можно обратиться к господу пойти к священнику к епископу и там разрешать я не разрешаю такие вопросы это разрешается там на месте но думаю что вам разрешат повенчать это будет все узаконено сына этого любите с каким взяли ее ну а что сделаешь дети будут свидетелями разврата родителей то есть можно не оставлять Аль-Хан но только сделать так вот как писание говорит Макс Лозинский я не понял что он у креста стоит да это распятие распятие дальше что это в машине висит брелок как бы ааа дальше с праздником сорокомучеников севастийских помолитесь пожалуйста о рабе божьей Максиме друг попал в больницу ну помоги господи я что могу сказать возри на них господи вот военные заслуженные Юрий Русских я по 5 псалмов читаю утром и вечером так можно можно еще вопрос какие молитвы читать перед началом чтения псалтыря ну мы считаем утренние молитвы утренние которая молитвослой в православном а какие по окончании ну а по окончании как только просчитаем псалтырь псалтырь мы сначала читаем но перед этим вступитель начал семипоклонный ну тут он кто смотрел а потом 100 поклонов и все наши нужды Галина Нарбекова если не знаете ничего своими словами говорить а псалтырь на русском языке считать это здорово как она Галина Нарбекова Нарбекова это значит это где-то Казахстан здравствуйте за имя Христа во все времена люди страдают и не надо концентрироваться только на этих но не в страданиях дело а в его воскресении он воскрес и поэтому нам больше не нужно страдать ловко да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы слово страдания на каждом почти шагу я сегодня хотел ну ладно сказать вот посмотрели на сегодня что здесь видишь как кроме того у нас выставляется жития вот если здесь нажмете на главное главное вот выставляется на каждый день жития я их переношу в мой мир я их насчитывал в 80-х годах там и нашел человек трудящийся много не досыпает из-за этого добрый человек и он выставляет их почти каждый день на каждый день вот 22 марта было вот где 23 подряд идут слушайте слушать легко конечно пленки не очень хорошего качества ну ну что чуть не 20 лет с лишним хранились то в земле то где все на этом вот ну больше ничего нет вот этот можно откнуть еще вообще-то кто-то зашел что он тут говорит а плюс поставил какой-то Андрей сейчас выискать будут ему минус Игнатью 100 ну ладно сегодня у нас Денис закончился сейчас ролик надо будет записать один еще там вы все-то не расходитесь там послушайте вам интересно будет так не расходим что он смотрит не расходиться он как так они и и и Продолжение следует...